Source Force Эйнштейн. Вообще, Source Force анонсировал Эйнштейн довольно давно. Довольно давно. И в первую очередь все нововведения касались Source Force Эйнштейн фичерс. Например, я вам покажу следующий слайд, что он в себя включает. Ну, например, если мы будем говорить о такой важнейшей части Source Force, как Sales Cloud, вы знаете, что сервер-система подразделяется на два больших клауда, как правило, Sales Cloud и Service Cloud, то появились такие фичи, как predictive lead scoring, opportunity scoring. Появилась такая фича, как opportunity insights. Появилась такая фича, как automated activity captures и account insight. Я сейчас про каждую немножко в деталях расскажу. Ну, грубо говоря, lead scoring и opportunity scoring. Эти фичи позволяют нам что делать? Это предсказание, с какой вероятностью. Ваш lead будет с conversion, например, в opportunity, в аккаунт или еще куда-нибудь. И либо для opportunity это отображение вероятности, с какой это opportunity будет закрыта успешно. Получается, у вас есть искусственный интеллект, он обучается на тех данных, которые у вас есть уже. Сам для себя выбирает какие-то критерии и говорит, что вероятность, что там 70%. Эта opportunity будет закрыта успешно, но вам нужно еще дополнительно сделать какие-то поинты. Отправить email, например, выставить voice, что-нибудь еще сделать клиент. Opportunity insights. Opportunity insights, да, это такая вещь, которая помогает, опять, работать с opportunity, подсказывает ключевые моменты, когда вам нужно еще раз позвонить клиенту, например, да, чтобы сделка закрылась успешно, да. Account insights – это вещь, которая позволяет вам следить внутри Salesforce о всех новостях о ваших клиентах, о всех новостях она собирает из интернета. И вы видите, что, например, не знаю, ваш клиент, допустим, там, не знаю, Amazon, да, и вот он вчера совершил поглощение другой компании, да. И вы видите это и думаете, как это может повлиять на то, чтобы продолжать работать с ними, да. Automated activity capture – это фича, это фича Salesforce Эйнштейна для Sales Cloud, которая позволяет делать следующее. Ваши агенты, ваши агенты часто работают через имидалы, да, отправляют эти имейлы вашим клиентам, например, да. Но им потом нужно ходить в Salesforce, как правило, и делать таски, да, о том, что они кому-то позвонили, да, логировать, добавлять эти логи в Salesforce. Так вот, Automated Activity Capture позволяет делать это автоматически, позволяет делать это автоматически, вот. И также еще дополнительно, там, можно сохранять имейлы там в Salesforce, которые вы отправили из вашего почтового клиента. Полная интеграция. К чему я все это рассказываю? Я не собираюсь вам рассказывать про Эйнштейн фича, да, я просто привожу пример. Привожу пример, чтобы плавно перейти к другому вопросу, да. Потому что это все замечательно, когда мы говорим о сервисе Лаутенштейне, да, когда он за вас сделал кейс-классификацию, понял, что этот кейс относится к IT-департаменту, например, да. Когда он нашел подходящего агента сам, в Salesforce.instein, для вас, да, вот, засанил этот кейс и даже агенту подсказал решение для этого кейса. Все сделал в Salesforce.instein, выглядит все классно, согласитесь. Ну, как бы, все работает автоматически, классно, да. Но с другой стороны, если так дальше пойдет, они же оставят нас без работы, да, понимаете, как бы, тут, как бы, такая вот вещь. Потому что, если мы говорим о Salesforce.instein и о Salesforce.instein-фичек, все, что остается разработчику, все, что остается разработчику, да, так это запустить readiness-ассессор, да, который вам покажет, хватает ли у вас данных для того, чтобы AI работал, им не хватает, там, да, он покажет готовность, он покажет готовность, можете ли вы запускать Эйнштейн на вашем органе или нет. И еще что может сделать разработчику, когда нажат на кнопку enable, да, вы можете активировать, да, и, собственно говоря, все, да, и, как бы, немножко пугает, что появляются такие сферы, появляются такие сферы, да, где разработчику, ну, негде развернуться, где все и так работает автоматически, да. Но это если мы говорили, до этого мы говорили с вами о Salesforce.instein, да, все ли так плохо на самом деле, да. Ричард Сокер, ведущий сайентист из Salesforce, утверждает, что нет, что вы можете с помощью Salesforce.instein строить свои собственные кастомные AI power applications, да, и использовать весь, всю мощь Эйнштейна в них. Вот, да, вообще документация Salesforce очень разрозненная, да, если вы пойдете читать, получается, касательно Эйнштейна, я имею в виду, именно документация касательно Эйнштейна, если вы пойдете читать, там, в одно место вы увидите одну информацию о том, как он делится, подразделяется на модуле, если пойдете в другое место, вы найдете другую информацию, да. Ну, вот я взял на себя смелость и нарисовал вот такую диаграмму, да, что же такое Salesforce.instein. Salesforce.instein — это, конечно, набор фич и сервисов для всех Salesforce и клаудов, если мы говорим, там, про Sales Cloud, Community Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, E-commerce, Einstein Analytics. Везде Salesforce предоставляет какой-то функционал, да, который работает из коробки, который нужно, скорее всего, просто включить, ну, где-то там поработать предварительно с данными, да, чтобы они были более-менее правильными, да, чтобы нейронная сеть там могла и попробовать, да. Вот, но Salesforce все же выделяет платформу Майнштейн, видите, вот она вот справа внизу находится, платформа Майнштейн. Что же она в себя включает? Вот, платформа Майнштейн в себя включает Эйнштейн предикшн билдов, да, что такое, я вам расскажу чуть попозже. Она в себя включает Эйнштейн ботов, которые были в пилоте, и вот сами они уже в релизе, они миновали даже стадию беты, вот, и попали в релиз, как бы, ими можно уже пользоваться, да. Да, и набор, набор аппликейшн интерфейсов, да, для работы с естественным языком, с тем, на котором мы с вами разговариваем, грубо говоря, да, и набор интерфейсов по распознаванию работы с изображениями, это Эйнштейн бижен, да. Теперь давайте пройдемся по этому детальнее, и начать я бы хотел с предикшн билдеров, если вы не против. Предикшн билдер, да, что же это такое? Что такое предикшн билдер, да? Я вам для того, чтобы было понятнее, расскажу довольно одну такую забавную историю, на которую я на вкусах, просматривая видео с Dreamforce, да. Да, Salesforce, когда выпустил свои Эйнштейн фичерс, Эйнштейн фичерс, да, а вот, помните, я вам рассказывал про Opportunity Scoring, да, это вот вероятность, с которой Opportunity будет закрыт успешно, да. Вот, они очень радовались и сами ждали этого апдейта, сами ждали этого апдейта, и, как вы знаете, Salesforce внутри компании также использует Salesforce, в том числе и для продаж, и для всего остального. Они очень ждали этого апдейта, вот, и когда он вышел, они поняли, что они не могут его использовать, к сожалению, потому что оказалось, что Salesforce в первую очередь использует не объект Opportunity стандартный, а кастомный объект Invoice. У них есть кастомный объект Invoice, и им, ну, они тоже, скорее всего, используют Opportunity, но им нужно было делать именно предсказание для кастомного объекта Invoice, да. Вот, и они поняли, что фича-то классная, но мы ее использовать не можем, не можем, такая вот завидочка вышла, да, интересная. Тогда они что сделали? Они решили сделать аналитику, сколько же их клиентов, сколько же Salesforce клиентов использует так же кастомные объекты, как и они, вот, в продажах, вот, там, вместе с Opportunity, или отдельно, там, или кастомную модель вообще строят. И оказалось, что около половины их клиентов, да, около половины их клиентов, 50%, используют какие-то кастомные объекты, строят какие-то кастомные модели, да. И, грубо говоря, вот эта вот фича, которая классная, они выпускают, да, она работает только для половины клиентов, даже в том случае, если они захотят, что же с этим делать? Вот, они подумали и решили, что нужно иметь инструмент, нужно создать такой инструмент, который позволит так же делать предсказания, да, предсказывать вероятность каких-либо вещей для кастомных объектов. Для кастомных объектов так и появился Prediction Builder. Так и появился Prediction Builder. Сейчас я вам покажу несколько слайдов, которые, в принципе, объясняют, как же он работает. Как же он работает, это все довольно просто. Вот, предположим, что у нас есть кастомный объект Headly, да, в базе данных, да, и для начала вам нужно сделать что? Вам нужно выбрать этот объект и сказать, что мы хотим для него делать предсказания, да. Дальше, вы выбираете филд, который вы хотите угадать, да, в нашем случае это филд называется Accepted Offer, да, получается, вам интересно, примет ваш человек оффер или не примет человек оффер, да, когда вы еще только на стадии диалога с ним. Вы хотите это угадать, да, вы выбираете вот этот филд, и когда вы его выбираете, это означает, что ваша дата-модель, ваша модель обучающая, да, она будет смотреть все старые данные, которые у вас уже есть, всех ваших кандидатов, которые приняли оффер, да, анализировать, как вы с ними работали, да, сама выбирать критерии из этого всего, да, и обучаться, вот по этому филду оно будет обучаться, да. Затем, затем вы указываете список филдов, которые можно использовать в качестве критерия, которые можно использовать в качестве критерия для обучения, для обучения, а какие нет, да, вот. Очень важно, что филд, вот последний, предсказанная вероятность принятия оффера, да, это тот филд, куда будет записываться значение, нельзя, нельзя здесь выбирать, потому что он будет тогда вам добавлять шума, шума в вашу модель, и в итоге она будет немножко искажать, искажать предсказание, да, вот, но здесь вы все равно можете управлять, можете сказать, что, например, вот, мы не хотим предсказывать, основываясь, например, на поле человека, ну, не хотим, да, мы вот такая вот открытая компания, у нас нет предрассудков, например, да, вот, и гендерного неравенства у нас нет, вы можете исключить какие-то филды, а какие-то добавить, да, вот, вы этим тоже можете управлять. Ну и затем на последнем слайде, на последнем слайде для предикшн-пилдера, да, вы выбираете просто вот это вот поле, которое называется предсказанная вероятность принятия оффера, да, и в это поле Salesforce Эйнштейн будет записывать вероятность, ту, которую он посчитает в любой момент времени, ну, получается, запись у вас обновляется, с ней что-то происходит, там, появляются новые записи, там, не знаю, там, имейлы, звонки, что-нибудь еще логируются, да, и у вас будет постоянно пересчитываться вот эта вот вероятность, да, вы будете ее видеть и понимать, с какой вероятностью ваш кандидат сможет принять этот вопрос. Таким образом, этот механизм позволяет нам построить такую же систему предсказаний, вообще без девелопмента, кстати, да, только point-click, да, вот, для любых кастомных объектов, для любых кастомных объектов, да, вот, вам для этого не надо брать свою нейронную сеть, где-то ее разворачивать, обучать, это все есть в Salesforce, да, что же может разработчик, ну, во-первых, запустить этот призрак, какая работа для разработчика, да, маловато, да, но у вас появляется вот это вот предсказание, вот этот вот результат, вот этот результат у вас появляется, и вы уже, например, вы предсказываете, смотрите, что человек примет offer только с вероятностью 30%, ну, вы можете записать уже какую-то кастомную логику, какой-то workflow, например, если, там, спустя, там, две недели, там, да, вероятность все еще маленькая, вы можете ему выставить дополнительный email, может быть, это его простимулирует, или еще что-нибудь там сделать, так же и в случае со сделками, с портюрити, с кейсами, везде, да, уже вокруг, вокруг этого предсказанного результата, да, у нас появляется огромный фронт работы, да, мы уже можем что-то с ним делать, мы можем делать в процесс-билдере какие-то вещи, да, мы можем уже писать какой-то код, да, мы можем уже кастомизировать, у нас появляется та работа для разработчиков, которую мы можем с вами делать, да, вот, это offer-addiction-билдере, но это еще не все, это еще не все, в соцспорсе есть такая вещь, как Einstein Language, да, что такое Einstein Language? Это, он включает в себя два набора API, да, которые называются Einstein Intent и Einstein Sentiment, да, Einstein Intent это вещь, которая позволяет классифицировать запросы клиентов, ну, по смыслу, например, речь идет о технической поддержке, да, или клиент хочет с вами заключить новых сделок, да, может быть, клиент не может справиться с оплатой, да, вот, ну, карточкой на сайте, допустим, да, у него какие-то есть вопросы, да, и вы уже можете классифицировать это с помощью Einstein Intent API, вот, и я вам сейчас покажу, как это, как это работает, я вам покажу сейчас это в действии, я вам покажу пример, и я вам покажу, что это действительно очень просто, да, и Einstein Sentiment, и в дальнейшем вы, кстати, сами сейчас сможете, сможете попробовать это, да, и Einstein Sentiment это вещь, это вещь, которая позволяет, позволяет угадывать настроение ваших клиентов, представляете, как классно, к вам приходит, к вам приходит e-mail, вы его еще не прочитали, а вы уже повесили такой, такой красный смайлик такой, что он очень злой, надо ответить очень быстро, например, да, вот, или к вам приходит e-mail, и вы видите, что это хороший фидбэк, вам приятно его читать, вы еще не считаете текст, вы уже видите настроение, и где-то в какой-то, в какой-то момент сможете среагировать быстрее, да, сможете среагировать быстрее, в итоге ваш клиент окажется более удовлетворенным, да, вот, а для того, чтобы доказать вам, что это все очень просто и показать на практике, потому что я уверен, что даже если вы и работаете сейчас соцфорсом, реальных проектов на Эйнштейне, если и было, то очень немного, да, и показать, как работает, например, интернет-апи, будет очень интересно посмотреть, вот, если вы позволите, я присяду, мне так будет удобнее, потому что стоять, стоять и показывать будет не очень, не очень удобно, смотрите, что нам нужно, что нам нужно для того, чтобы попробовать использовать Эйнштейн-апи, такие вот как Intent, Vision, в первую очередь вы, конечно, регистрируетесь, вы, короче, вы регистрируетесь, и вам выдают ваш правильный кей, вот, вот, и в результате, используя вот этот, вот этот, вот этот, вот этот URL, Appian Stainary Token, вы сможете сгенерировать, вы сможете сгенерировать токен, которым в дальнейшем, в дальнейшем будете подписывать ваши запросы на, на Эйнштейн, да, на Эйнштейн-платформу, вот, вообще, как бы, если вы захотите, вы сможете сделать это программно, да, потому что сус-корш предоставляет набор классов и библиотек, которые позволяют закодировать вот этот ключ, вот этот ключ, да, и, ну, для примера, для примера того, который я вам буду показывать, я считаю, что нам необязательно, необязательно писать этот код прям, который я пока что могу просто скопировать этот ключ и использовать его в REST запросах, в REST запросах, да, дальше, что нам нужно еще? Нам нужен дейтасет. Что такое дейтасет? Дейтасет – это те данные, с помощью которых вы будете тренировать свою модель, понимаете? Ну, и вот у меня это стандартный дейтасет, который предоставляет Salesforce, да, в нем всего 150 примеров, да, меньше нельзя, потому что нейросеть обучить на маленьком количестве примеров очень проблематично, да, она будет работать нестабильно, да, чем больше у вас выборка данных, тем более качественные будут ответы, тем более качественные будут рассказания, тем более качественные будут результаты, да. Смотрите, что у меня здесь есть, да, грубо говоря, это вопросы клиентов, видите? А не тучать мы билинг-шиппинг-инфо. Это относится к билинг-категории. Затем, у нас есть паспорт в категории, видите, да, например, там, кто-то не может залогиниться, кто-то не может вспомнить логин, да. Затем, затем у нас есть шиппинг-инфо-категория, да, вот, о доставке, да, о смене вашего заказа, да, о изменении в вашем заказе, как бы, да, категория, и наборы стандартных вопросов, наборы стандартных вопросов, да. И категория последняя, которая у нас есть, это service opportunity, да, это когда ваш клиент хочет, чтобы у вас дополнительно купить, приобрести, да. Вот, видите, у нас есть вот такой дейтасет, да, что мы должны сделать в дальнейшем. Сейчас я вернусь в браузер, да, и здесь, здесь в браузере я открою REST клиента, да. Это простейший REST клиент. Я специально показываю вам, например, REST клиента, чтобы было все очевидно и понятно, да, что вот вы просто делаете запрос, и мы будем видеть ответы, вот, смотрите, да, в первую очередь вы должны загрузить свой датасет, вы должны загрузить свой датасет в соцпортный штейн, да. Для этого вам надо поставить постзапрос на your cloud. Здесь вы можете указать ваш датасет, ссылку на него, да, или же можете, в принципе, и файлом его тоже заняться. Это может быть C-suite-файл, например, да. Вот, здесь, здесь вот видите, у меня вставлен токен. У меня вставлен токен, тот, который я генерировал вот на этой страничке, вот этот вот токен для авторизации, да. Вот, в результате я отправляю свой запрос, да, и получаю ответ, да, с информацией о нашем датасете. Это датасет ID, имя, также тут в том числе есть и лейблы. Почему-то он их не вернул, но неважно, да. Что нам дальше нужно сделать? Дальше мы должны сделать, обучить модель на основе нашего датасета. Для этого, вот, из респонса предыдущего ответа мы должны взять датасет ID и подставить его вот сюда, вот в body, в датасет ID. У меня он поставляется с помощью переменной, как бы автоматически. Да, он берется с предыдущего запроса, да, но вы можете подставить вот сюда вручную. И вы должны начать обучение своей модели, да. Вот. Когда вы посылаете запрос на URL, language training, да, он отвечает вам ответ, вы получаете ответ, и в нем содержится ваша монология. ID-шка вашей модели, той модели, которую вы и будете использовать в дальнейшем для генерации ответов, да, и есть у нас тоже еще один дополнительный метод, который позволяет нам получить статус по этой модели, да. Здесь также авторизация подставляется с первого запроса, вот. А здесь в URL, вот, когда вы делаете get-запрос, вы в URL должны подставить ID-шку вашей модели, та, которая сейчас тренируется. Если мы сейчас выполним этот запрос, если мы сейчас выполним этот запрос, мы увидим статус, что он все еще в процессе, да. И тренировка вообще на самом деле в вашей нейронной сети может занимать, я не знаю, ну, где-то часов 5-6, да, ну, довольно долго, до суток. До суток. Зависит от объема данных в вашем дейтасети, да. Здесь уже некоторое время может потребоваться, да. Но я подготовился, я подготовился, и я просто, вот видите, у меня здесь захархожен ID-шник, ID-шник, ID-шник дата-модели, которая уже тренирована и которая готова, которую уже можно использовать, да. Он просто захархожен, да. И я посылаю вопрос, например, do you have the same, да. Вот, я посылаю запрос, и ответ вам возвращается в следующем виде, да. Вы видите, что, скорее всего, речь идет о service opportunity с вероятностью 92%. Да, также вам возвращается ответ, что, может быть, это order of change. Ну, вероятность уже 5%. А уже ваше дело, как программистов, решать, какой порог вам выбирать, понимаете. Вы можете выставлять свои рамки и выбирать, какая вероятность для вас является приемлемой, да. И, например, если вероятность там всего 800%, вы можете уже считать, что нет, предсказание как бы не очень точное, и мы не будем его вообще рассматривать, да. Вы уже можете дописать какую-то кастомную логику, которая будет на это воздействовать, да. Еще интересно, какой хедер нам возвращается, да. Хедер нам возвращается, который содержит в себе информацию о лимитах, что всего мы можем сделать 2000 предсказаний, да, или каких-то ответов получить, да. И у нас осталось 1993 на данный момент. Вот, как бы мы из хедера тоже можем получить информацию о лимитах, насколько мы их исчерпали, да. Но это все хорошо, это попробовал я, это попробовал я, да. А, наверное, хотели бы вы тоже поздавать какие-то вопросы. Ну, интересно, как он будет отвечать, правильно или нет. И особенно интересен... Чуть попозже мы вернемся к лимитам, Василий, хорошо. Да, чуть попозже, я все о них расскажу. Дайте мне, пожалуйста, время. Вот, смотрите, если вы сейчас попробуете отстранировать вот этот QR-код, да, или же просто наберете на ваших мобильных телефонов... У всех же есть мобильный телефон, я уверен, у всех. У всех уже, наверное, какие-нибудь смартфоны, да. И вы просто наберете source.voice.by.slash.demo. Юрок. Ну, он, в принципе, не слишком длинный, да. То система редиректит вас, я вам сейчас покажу, да. То система должна сделать редирект... Система должна сделать редирект на вот этот QR-код, на вот этот QR-код. Это паблик-сайт. Это паблик-сайт на Salesforce. Получилось? Нет? Да. Да, отлично. Это паблик-сайт на Salesforce, где вы видите две вкладки, intent estate. Да? И вы можете пойти и попробовать задавать ваши вопросы. Ну, вот видите, я спрашиваю у сентимента excellent, good job, и он возвращает мне, что сделано. Вероятность 96% это позитив фидбэк. Да? Вот. Вы можете попробовать написать что-нибудь, даже из mid-z-zone лексики мы же не видим. Вот. И посмотреть, как оно будет работать, да. Вот. Вы можете переключиться на вкладку intent. Там такая же дата-модель, которую я использовал вот сейчас прямо при обучении. Такие же категории. Там есть... Есть те же самые категории, если мы переключимся. Да? Если вы переключитесь, вот. Вы тоже можете задать какой-то вопрос. Ну, например, я задал вопрос, could you please tell me where I can buy this? И, скорее всего, видите, это 74% вероятности в фидбэк спорте. А, пробуете? Да. Ну, что-то себя не видите, задавайте. Ну, нет. Вас всего здесь 40 человек, а? Если каждый из вас даже задаст по 5 вопросов, вот, то ничего страшного не произойдет. Я же надеюсь, что вы не будете там бесконечно там вбивать полные буквы и садмитить, садмитить, садмитить их, да. Потому что нам не хватит на последние демо-фидавтанцы. Эти к лимитам, да. А к лимитам мы еще вернем. Интересно, когда есть, да. Вот. В принципе, если все попробовали, задавали вопросы, у всех работает, получили ответы, да. Смогли оценить качество вообще, насколько это работает. Но вы должны понимать, что датасет у нас содержал всего 100 примеров, 150 рекордов. Это очень мало. Это очень мало, да. Вот. И, как бы, чтобы для того, чтобы он работал действительно хорошо, нужно бы иметь больше. Окей, если все попробовали, посмотрели, я думаю, что мы можем продолжать дальше. Или какие-то, может, вопросы там не получаются. Окей, ладно. Можно вопрос? Да. Ты рассказывал про генерацию, правда? Мне бы с ним нужны приватные ключи. Свои факты сделают, если бы ты делал это рискованно. Где бы ты хранил приватные ключи? Хороший вопрос. Он немного не относится, конечно, к нашей теме, но хороший вопрос, да, приватный ключ. Ну, смотрите, да, из своей практики я бы, скорее всего, сделал бы private custom setting. Потому что, ну, чаще всего мы говорим о разработке каких-то пакетов приложений. Ну, чаще всего, да. Я бы сделал бы private custom setting, записал бы туда этот ключ, да. И вы же знаете, что после сборки пакета, после сборки пакета, эти custom setting не видны, ни админ никому, их просто нет вообще. Да, это как бы один вариант, да. Потом в Salesforce есть как бы encrypted fielding. Можно было бы попробовать его зашифровать, да. Потом никто не запрещает вам сделать custom solutions. Почему бы и нет, да. Можно еще сделать и custom solutions по encryption какой-то. Слава богу, есть готовые библиотеки какие-то. Можно написать что-то со самими. Поэтому, ну, вот такие вот ответы на все. Окей, выстраивайся. Окей, а если все попробовали, если все поигрались с вот этим вот сайтом, да. Я, кстати, могу вам сказать, сколько лимитов вы израсходовали на данный момент. Интересно вам? Да, да, да. Сколько вы на задавали вопросов, да. Нет, но... Вот, у меня открыт сам орг, да. Сам орг, на котором это все работает. Вот. И, ну, немного, немного вы израсходовали. У нас осталось еще 1800. 800 в запасе. Нам этого хватит на нашем маленьком аре-деме в конце. Вот. Так что все нормально. Можете поэллэд задавать свои вопросы, если вам все еще интересно, да. Хорошо. Я вернусь в нашу презентацию. Я вам рассказал о Prediction Builder, я вам рассказал о Source Force Intent API, и пришло время Энштейн Вижена, да. Что же делает Энштейн Вижен? Он также включает в себя два набора API. Первый для классификации изображений, да. А второй для Object Detection, да. Я сейчас расскажу подробнее, для чего это нужно, да. Ну, первый это для классификации изображений. Грубо говоря, вы можете задавать вопрос, что на этой картинке. Он будет отвечать вам. Трактор, цветок, крыша, дом, я не знаю, ну, что-нибудь, да. Вот, из этого разряда. В принципе, просто. Даете картинку, он вам пока говорит, что на этой картинке изображено, да. А другой API, другой API для работы с изображениями, которые предоставляет Source Force, это Object Detection. Это уже интереснее, да. Он распознает не только тип объектов, которые есть на картинке, да, но и где они расположены, эти объекты, да. Их количество, и также их классифицирует, да. Например, я приведу такой пример, это очень удобно использовать, это очень удобно использовать для, ну, например, мерчендайзеров, определения качества их работы, да. Представляете, заходите в магазин, такая полка, и на ней там куча шампуней там, да, расположенных. Вы берете ваш мобильный телефон, достаете из кармана, фотографируете. Фотография улетает в Эйнштейн, да, и он вам анализирует, говорит, где там расположен Head & Shoulders, например. Вам интересно это, да. Где там расположен Head & Shoulders. Сразу анализирует потом по координатам, ну, можно дописать там какой-то кусок хода, да, который будет говорить, какие результаты приемлемые, какие неприемлемые, да. И подчеркиваем с красным, что здесь вот внизу расположен ваш весь Head & Shoulders на нижней полке, там, его всего три штуки, да, и мерчендайзеры плохо работали, можно будет им сделать выговор. Ну, это такой, такой один пример, да, получается, вот. Эйнштейн Обжен Детешит позволяет нам определять, как я уже сказал, да, тип объектов, количество их и расположение, где они находятся, координаты также будут возвращаться, да. И я хочу вам показать демо. И я хочу вам показать одно интересное демо, вот. Я надеюсь, что оно вам очень понравится. Вот. Но, но, что хотелось бы сразу говорить, да, не стоит относиться к нему на 100% серьезно, да. В конце концов, я считаю, что это нормально, когда в жизни у каждого человека есть место для небольших, несерьезных вещей, согласны, да. Вот. Переходим, переходим к сути, переходим к сути. Мы столкнулись с исследованием британских ученых, которые говорят, которые говорят, что производительность соцспортных разработчиков, она прямо пропорциональна печенькам, которые получает соцспортный разработчик, да. И получает ли вы их вовремя, так утверждают периферанские ученые. Но я думаю, что вы и сами заметили, что как только разработчик не получает вовремя печеньку, он начинает грустить, и продуктивити резко снижается, да. Замечали такое за собой, нет? Да. Почему это происходит? Почему это происходит? Почему такое может происходить, да? Вы представляете, да, вот у нас в компании есть кофе-поинт. У нас в компании есть кофе-поинт, да. И туда периодически переносят какие-то фрукты, там, я не знаю, там, печеньки и сладости какие-то, там, пастилу, я не знаю, зефир, там, что-нибудь из этого разряда, да. Вот. Но к тому моменту, как разработчик дойдет до кофе-поинта, они могут кончиться, кончить этиелетически, да. Вот такой неудачный у нас разработчик, он приходит, когда уже ничего нет никогда, да, грустит, и постоянно у него маленькая продуктивность, и за то, что у него маленькая продуктивность, он опять грустит, и опять получает от начальства, да. И только хуже и хуже это становится, да. Как эту проблему можно решить? Мы, конечно, могли бы заставить нашего офис-менеджера каждый раз информировать в скайпе. Мы все используем в компании скайпе. У нас есть команд-чат, мы там общаемся, да. И мы могли бы заставить нашего офис-менеджера, который занимается выставлением этих печенек, да, кофе-поинт, фруктов и так далее, информировать нас в чате об этом. Да, могли бы. Вот, но мы инженеры, это не наш подход. Понимаете? Это не наш подход, и мы не можем так просто взять и решить эту проблему. Просто сказать, вот ты будешь писать там в скайпе, когда там печеньки или когда бананы. Это не наша сфера, да. И получается, мы придумали вот это. Ой, нет, извините, это альфа-версия, мы так и не смогли достать звезду смерти, да. Поэтому мы заменили ее на веб-камеру. Да? Мы придумали вот такую систему, потому что мы же инженеры, у нас должен быть везде инженерный поток, а у нас еще есть и Эйнштейн, у нас еще есть искусственный интеллект. Ну, вот, что, давайте я вам расскажу, как это работает, да. Я называл это диаграммой, ну, мне было скидно называть это архитектурной диаграммой, вот, потому что это все-таки набор картинок, для презентации, да. Мы повесили веб-камеру над кофе-поинтом, кстати, мы сразу столкнулись с вопросами от разработчиков, теперь вы будете мониторить, кто сколько ест, вот. До этого момента я отвечал «да», вот, ну, теперь я рассказываю, зачем это нужно, да. Мы повесили веб-камеру над кофе-поинтом, которая делает фотографии, которая делает фотографии кофе-поинта, вот, и отправляет фотографии на FTP-сервер. Постоянно сканирует FTP-сервер, если там появляются новые фотографии, оно берет эти фотки и отправляет на Salesforce веб-сервис, на REST, Salesforce REST веб-сервис, да, эти фотографии. Дальше, на Salesforce, на Salesforce мы делаем клауд в Einstein Vision, да, отправляем эту фотографию, вот, и в итоге она распознается, в итоге эта фотография распознается. Нам Einstein отвечает, что же на ней находятся, яблоки, бананы, печеньки или что-то еще, вот, и мы получаем ответ назад в Salesforce об этой информации, да, и в дальнейшем мы можем послать e-mail, ну, и мы еще планируем реализовать такой механизм, написать SkyBot, сейчас можно делать SkyBot, да, загрузить его в Azure, да, вот, и получается, Salesforce будет делать калауты этому SkyBot, информировать его, а потом мы его добавим в свою группу, потому что посылать e-mail не очень хороший вариант, мы заспамим всех девелоперов, девелоперов информацией о печеньках, ну, вы понимаете, это будет, это будет бред, да, поэтому мы планируем написать SkyBot, мы планируем написать SkyBot, вот, и он будет получать на телефон из Salesforce, мы его добавим в нашу общую группу, и он будет там, вот, неистово информировать нас о том, что же происходит с нашим кофе-поинтом, да, в принципе, это об архитектуре, я думаю, что мы готовы сделать демонстрацию, и я бы попросил помочь мне в этом Катю Камазайе. Ну, грубо говоря, вот смотрите, у нас есть вот такая вот речь, это наш кофе-поинт, и там есть у нас стол, там у нас есть стол, на который выкладываются те или иные фрукты, да, те или иные фрукты, овощи, например, да, вот, и, в принципе, камера, оказывается, сейчас тоже довольно умная, но когда купили, мы не знали, что они так умеют, да, у меня вот здесь вот синенький квадратик, видите, выделен по центру, да, получается, это область, это область, в которой камера регистрирует движение, да, и она делает всю фотку только тогда, когда чейджи происходят в одной маленькой области, как бы, да, потому что это проблема, потому что вокруг ходят люди постоянно, да, и она будет лишние фотографии делать, а нам нужно именно только тогда, когда еда меняется, понимаете, вот, ну и смысл в чем? Я бы хотел сейчас попросить Катерину, я бы хотел сейчас попросить Катерину, а я наберу, знаете что, я наберу ей по скайпу, я наберу ей по скайпу, и мы посмотрим это все в лайф верстик. Привет, Катя, ты слышишь меня? А, мы можем посмотреть, какой экран? О, привет, привет, Катерина. Я волнуюсь, конечно, мы тестировали это сто раз, но знаете как, оно потом в самый неподходящий момент может и сработать. А где почта? Какая почта? Ну, на которую придет нотификация. Мне придет нотификация. Ну, я сейчас зайду на Орк, я вам покажу, что произойдет. А немножко левее можешь поставить, Катерина? Нет, не ты, а можешь немножко левее поставить дефирки? Да, у меня, да, есть маленькая, да, область. Вот, по идее, по идее сейчас уже, спасибо большое, Катя, да, спасибо большое. По идее сейчас уже наша камера должна была сделать фотографию и отправить ее на FTP сервер, на вот этот. Вот сюда она отправляется, ну, мы, может быть, наверное, на рефрешность. Вот видите, появились новые папочки, да, и наша фотография должна была попасть вот сюда, если мы зайдем в Pritition History, да, у нас должна была создаться новая запись. Вот. Вот, создалась новая... Нет, это первая. Подождите. Давайте посмотрим. Нет, 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 нет. Почему здесь один, два, три, четыре, вот, наборы не платные. Смотрите. Судя по всему, это вот эта вот запись, да, и вот ее предсказания и вероятности, которые вернулась нам от Эрштейна. Чтобы убедиться, что это она, давайте перейдем в оттачмент и скачаем этот оттачмент. Да, это конкретно та картинка, которая была отправлена в Source Force. Вот, да, это действительно Катерина. А, я вижу, вам не показываю, да. Это действительно Катерина. Вот, да, как бы я вас не обманываю. Я вас не обманываю, да. Здесь точно видно, что Pritition сработал в этот момент, когда засек движение, да, и он споймал эти дефирки, да. Теперь вернемся в нашу запись. Теперь вернемся в нашу запись. Если мы перейдем в Details, да, вы увидите здесь дефир, пастила и вафли, да. Почему? Почему я вам сейчас объясню. Потому что у нас, вот видите, есть вероятность, да, что с вероятностью 79% это дефир, 74% пастила и 64% вафли. У нас есть настройка, что мы возвращаем все результаты, которые больше 60%. Да, у нас есть такая настройка. Как бы мы все показываем. Почему? Потому что в данный момент мы все еще работаем над обучением в свободное время, в свободное от работы время, конечно, да. Но мы все еще работаем над обучением этой системы, да. И, в принципе, я вам могу показать датасет, которым мы его обучали. И он еще пока что тоже маловато. Вот. Если я вам перетяну сюда на экран, это датасет, который мы использовали для обучения Эйнштейн Вижена, да. Ну и, например, вот что мы умеем делать. Мы умеем распознавать яблоки. Вот видите, вот это фотки, которые тоже сделаны на кофе-поинте, да. А зефир, 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 вот наш зефир, короче. Это фотографии, которые мы использовали для тренировки нашей модели, да. Вот. Долго обучалось? Обучалось недолго, но проблема, как бы, на делать фотографии, фотографий надо очень много. Надо больше 150 фотографий вообще в целом, иначе оно не обучится вообще, да. Как бы нам с этим помогали офис-менеджеры наши, да, спасибо большое. И в тот момент, когда у нас не было камеры, как бы камеру не сразу повесили, да, они ходили и просто на мобильный телефон фоткали. Фоткали и потом скидывали в папочку фотографии, да. Они получались плохие, их нужно было обвязать, чтобы обучить нашу модель, да. Мы, кстати, здесь столкнулись еще с очень интересной проблемой. Такая вещь бывает переобучение. Знаете, переобучение нейронной сети, да. Я вам объясню момент. Когда вы слишком много показываете однотипных данных, например, мы там учили там на красных яблоках, да, ну, допустим, да, мы учили на красных яблоках и показывали им это яблоко, это яблоко, и всегда были красные, и всегда были красные, да. А нейронная сеть, вы же не знаете, какие критерии они для себя выбирали, да. И яблоки, и цвет, может быть, в определенный момент сыграть, так поправить веса в сети, да, что цвет будет играть в большем значении, чем там форма или что-нибудь еще, да. И когда мы будем поставлять зеленое яблоко, да, а так как раньше мы не учили, она будет говорить, что это груша, да. Почему? Потому что мы переобучили, например, нашу модель на каких-то однотипных вещах, слишком много им дали одинаковых, да, вот, вещей, да. Что делать в этой ситуации в соцфорсе? Вам нужно формировать новый датасет и делать эритрейн, да, и переобучать вашу модель, вот как-то, да. И в результате это опять будет работать. Я надеюсь, что вам понравилось наши мои презентации. У нас еще есть яблоки, на самом деле, тоже, да, мы можем туда их поставить. Если хотите, после, в конце иванта, вы сами попробуйте, я вам покажу тоже дополнительно. Если кому-то будет очень интересно, как это работает, да. Зачем мы показали? Да, конечно, это шуточная презентация, мы все это понимаем, да. Во-первых, потому что у нас было время на то, чтобы это сделать, да, свободное, вот, и мы его немножко потратили, чтобы это все сделать. Вот, во-вторых, этот маленький юзкейс показывает, насколько глубоко мы в нашей жизни можем использовать вообще возможности искусственного интеллекта. Что, если даже мы можем использовать его для распознавания печенек, да, и использовать его на кофе-пойте, это означает, насколько глубоко и широко распространимы, в принципе, его возможности, да. Вот, ну и еще это для нас тоже демонстрирует, как просто с этим можно работать и не бояться этого, вот. И это еще одна из демонстраций возможностей для вас, чтобы вы сами брали и делали ваши кастомные аппликейшн, используя Salesforce Platform Services, да, не боялись этого, делали, вот, пробовали и двигали прогресс вперед, вот. Последний слайд, который содержит информацию на сегодня, это информация... Оли Миттер, Василий, это то, что ты задавал мне вопрос, да, вот. Сколько это стоит? Сколько это стоит все, да? Ну, смотрите, информации о стоимости преддикшн билдера пока что нет, он все еще в бетке или в пивоте, вот. Вот, поэтому, и когда вы говорите о преддикшн билдер, Salesforce говорит, please contact your source force assistant, да? Вот, и получается, но по Einstein Vision и по Einstein Language информация такая есть. Бесплатно нам предоставляется 2000 предсказаний в месяц, 2000 предсказаний в месяц, это мало, это мало, но для того, чтобы сделать proof в концу, для того, чтобы сделать демо вашего приложения, это вам больше крыши, да? Вот. И за 4000 долларов вы получите 1 миллион предсказаний в месяц, а это уже, это уже, это уже не слабо, да? 1 миллион предсказаний в месяц за 4000 долларов. Вот, вот такая вот информация лимитов. Василий, я ответил на форум вопрос или не ответил? Вот. Есть еще такая, конечно, вещь, что кому-то может оказаться мало 2000, он захочет больше, скажет, ну, мне вот надо бы 10, да? Если что, я вам, конечно, об этом не говорил, вот, да, но теоретически, смотрите, теоретически вы можете заинвестировать 5 аккаунтов соус Фоксенштейн, ну, чуть-чуть теоретически, да? Всех обучить одинаковой дата моделью и использовать сначала одну, пока не кончатся лимиты, потом другую, пока не кончатся лимиты, да? Но это не без струксиса, это так, это просто из идей, что я вижу сейчас, но если вам нужно для демо, опять же, для демо, вот, и вам чуть-чуть не хватает лимитов, теоретически вы можете обучить, вы можете создать несколько соус Форсенштейн аккаунтов, всех обучить одной и той же моделью, да? Создать одну и ту же моделью всех, всех не используя, обучить эти модели, используя один и тот же КТСЕ, да? И, как бы, немножко повысить этот лимит. Вот, в принципе, на сегодня это все, что я хотел вам показать. Я надеюсь, что вышло интересно, вы своими руками позадавали вопросы соус Форсу, да? Мы показали, как мы внедрили соус Форсенштейн в свои компании. Вот, я не знаю вообще, кто-нибудь в Беларуси использует искусственный интеллект в компании именно вот для внутренних нужд. Вот, если нет, то мы первые, все. Вот, короче, мы и застолбили это место. Мы, конечно, допишем эту вещь, мы допишем, сделаем еще чат-кота, как я и говорю, да? И посмотрим, и, скорее всего, где-то он будет ошибаться, да? Где-то он будет ошибаться, ну и на факультативной основе где-нибудь это потихонечку доделать, да? Вот, и так или иначе это будет работать. В целом, в целом проект получился интересный. Помогали мне его делать идея моя, да? Помогали его делать соус-форс-часть, делала Яна Герасимчук, наш соус-форс-разработчик вот на себе здесь, да? И помните, там был маленький Java application, который посылает файлики, да? Вот, его делал head of our Java department, Дима Кушенко. Вот, тоже в свободное от работы время. Вот, спасибо, спасибо, ребята, что нашли это время, и мы все-таки доделали этот профиконцепт. Я думаю, что получилось весело. Я думаю, что получилось весело, ну и в конце концов, нельзя все говорить только о серьезных вещах. Вот, спасибо большое. Спасибо большое еще раз всем, кто пришли. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их сейчас. Если у вас нет вопросов ко мне прямо сейчас, или вы стесняетесь по какой-то причине, мне не задают прямо сейчас. Я никуда не ухожу, можно подойти ко мне. Вот, прямо сейчас. И мы показывали много еды на карцинках, да? Зефир там, яблоки, да? Сейчас приедут пиццы, если вы дождетесь, мы с вами вместе еще подискутируем, пообщаемся, поговорим. Если у вас есть какие-то вопросы, мы опять... Я опять на них отвечу. В принципе, все.